Убедить жителей Вологды в том, что от их выбора зависит судьба многих объектов в областной столице – задача не из лёгких. Вот уже несколько лет в этой работе помогают активисты территориальных общественных самоуправлений. Представители всех 34 комитетов ТОС честовали накануне в городском Дворце культуры на новогоднем приёме. Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги 2021 года, то, как наши ТОСы участвуют в реализации проектов. Это как и городские проекты, региональные, федеральные. ТОСам есть чем похвастаться, есть чем гордиться. Конечно же, всеми любимый проект, проект любимый ТОСами – это народный бюджет. Я думаю, что его любят уже не только ТОСы, но и все сотрудники администрации города Вологды. Потому что мы его уже реализовали третий раз. В этом году у нас реализовано 34 проекта. Каждый ТОС реализовал свой проект. И уже на сегодняшний день мы приступили к реализации народного бюджета 2022 года. В этом году построены и сданы в эксплуатацию 12 факотов, на создание которых Вологда получила 100 миллионов рублей. 41 двор отремонтирован по программе формирования комфортной городской среды. 34 ТОСа реализовали идеи по проекту «Народный бюджет ТОС». В каждом проекте в первую очередь учитывалось мнение горожан. В этом году мы реализовали по программе «Народный бюджет ТОС» снова тротуар. Мы повторились, как и в прошлом году. Мы немного отошли от темы детских площадок и делаем тротуары. В этом году мы сделали тротуар к школе 26. Это как минимум 3000 учеников по нему ходит. Старый микрорайон преображается на глазах. Это отмечают и активисты-соседи ТОС Ковырина. В этом году мы дождались долгожданных тротуаров по улице Южакова. Его там никогда не было. Тротуар по улице Лечебной тоже. По народному бюджету ТОСа мы отремонтировали небольшой участок тротуара по улице Народной. На территории ТОСа Тепличной в этом году реализовано сразу несколько объектов. За этот год у нас построена детская площадка, новая в микрорайоне, дома номер 10. Также бордюрный камень положен у третьего дома, у двадцать первого, то есть до улицы Петина. А также у нас на улице Петина построен новый памятник Петину. То есть мы очень теперь рады и дети будем ухаживать. Школа номер 16 будем ухаживать за этим памятником. Представителей комитетов ТОС наградили накануне благодарственными письмами за активность по различным проектам. ТОС-водники, например, поощрили за ту работу, которая была проделана, чтобы проект Затоновского берега выбрали для благоустройства по программе «Комфортная городская среда» в 2022 году. Из 41 тысячи голосов, отданных за те или иные территории, более 7,5 тысяч было именно за него. Впрочем, выбрать территорию для преображения мало. Нужно правильно проконтролировать ход ремонтных и строительных работ. Общественники вместе с представителями администрации и депутатами Гордумы и ЗАГС Собрания выходили на объекты по всем значимым проектам. В этом году активистам ТОС помогла школа общественного контроля, которая была запущена в январе по инициативе председателя ЗАГС Собрания секретаря Вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрея Луценко. Этих ремонтов люди зачастую ждали очень много лет. И, конечно, они в первую очередь заинтересованы, чтобы эти объекты были сделаны качественно. Вот чтобы им помочь проконтролировать, как должен быть уложен асфальт, какой могут ширины быть тротуары. На всё это слушатели школы нашли ответы. Большинство, соответственно, у нас учащихся в школе общественного контроля – это, конечно, у нас самые активисты ТОСов, которые сегодня здесь в зале. Пользу общественного контроля в полной мере на себе ощутили жители микрорайона Бывалова. В этом году на территории ТОСа было много строящихся объектов. Ремонт четырёх тротуаров в рамках проекта «Комфортная городская среда», благоустройство первой очереди Осановской рощи – приведение в порядок территории рядом с детским садом номер 114 в рамках народного бюджета ТОС. Поэтому по каждому из объектов была сформирована группа активных жителей, которые в ходе ремонта их работы осуществляли общественный контроль. Можно сказать, что общественный контроль происходил в ежедневном режиме, и все процессы жители контролировали, то есть от стадии проектирования до стадии непосредственно вот уже собственно ремонтных работ на объекте. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы ведёте за собой огромные коллективы жителей домов, огромные коллективы наших волокжан, наши председатели ТОСов, наши активисты, наши сотрудники администрации города Вологды, наши сотрудники Центра по работе с населением во главе с нашим мэром Сергеем Санычем могут найти подход к каждому. В этом году на плечи ТОСов легла действительно большая нагрузка, считает мэр Вологды Сергей Варапанов. Но расслабляться не стоит. В следующем году будет много работы. Благодаря активной позиции ТОСов принимается решение по созданию парка. Ну, как, например, Рождественский парк в этом году. Мы сделали это только благодаря инициативным жителям ТОСа микрорайона Ахмыльцева. В следующем году мы будем делать Затоновский пляж. Также ТОС проявил большую инициативу, огромное количество голосов. Добавим, также уже второй год ТОСы в номинации «Территориальное общественное самоуправление» занимают весь пьедестал почёта в конкурсе Департамента физической культуры и спорта Вологодской области. Проект «Лига территорий. Семейный зачёт» стал проводиться в несколько ином формате. Также ТОСы активно участвуют в проекте «Интерактивные экскурсии по городу», которому осенью исполнилось два года. Екатерина Шабалова, Михаил Протасов, Волок ДРФ